Вареники всегда считались истинно южнославянским блюдом. Белорус, украинец или русский перед большой тарелкой этих вареных красавцев картинка для нас обыкновенная. Но пришли вареники на наши земли, как ни странно, из Турции. Там их называли дюшвар. Названия менялись, а рецепты держатся столетиями. Хотя с тестом современные кулинары экспериментируют. Это тесто так называемое заварное, с которого мы тоже делаем вареники. Оно очень мягкое и эластичное. Вот здесь тесто традиционное, которое может делать каждая хозяйка. Здесь идет сливочное масло, мука и вода. То есть обыкновенное тесто. В качестве начинки в эти вареные пирожки можно, конечно, класть практически все. Но старо-новогодние предпочтения ростовчан давно сложились. Главные вареники с картошкой, кислой капустой и жареным луком. И вот традиционная наша мережка. Таким образом у нас получаются очень вкусные будут мягкие вареники. Конечно, лепка всей семьей этого культового блюда – одна из самых давних новогодних традиций в нашей стране. Но городской ритм жизни диктует новые реалии. Все чаще ростовчане предпочитают заказывать готовые. А производители готовы сделать блюдо сюрпризным. Мы кладем, ну, собственно, по закону и по предписаниям Роспотребнадзора только то, что съедобное. Соответственно, у нас перец, сахар, лавровый листик. Исключительно положительные, скажем так, сюрпризы. То есть мы не испытываем судьбу. Все, что мы кладем, все несет хорошие знаки. Кофе, фасоль и так далее, и так далее. Лавровый лист – к карьерному росту, гречка – к скорому путешествию. А если нашел фасоль – жди пополнения в семье. Насколько эти предсказания сбываются, рестораторы не отслеживают. А вот аппетит ростовчан измерить можно. На прошлый старый Новый год горожане купили только в этом кафе полторы тонны вареников. Согласитесь, цифра весьма впечатляющая. В общем, хотите полакомиться варениками – заказывайте. Хотите уже вареные – хотите в замороженном виде. Но боюсь, что сегодня заказать лакомство уже можно не успеть. Придется собрать семью и налепить своих вареников. Дерзайте. Иван Полехин, Тагиль Фатахов, Юрий Лешко. Первый ростовский.